Времени у нас сколько? Добрый день! В нашем студии сегодня гость Виктория Викторовна Аванмарт. Сотрудница Центра народной культуры в Ульяновской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем, я думаю. Расскажите про себя, причем перейдем к делу, о работе. Где вы родились, какая семья у вас? Родилась я в Ульяновске. Семья у нас смешанная. Папа мой, художник-скульптор Виктор Глебович Егоров, думаю, все его знают в Ульяновске. Мама у меня русская. В семье у нас, к сожалению, всегда говорили только по-русски. На чувашском очень мало. Папа нам несколько там слов, каких-то в несколько фраз, колыбельную песню, вот, например, я помню, на чувашском языке была у нас. Но все-таки в общем было по-русски разговор. Поэтому, к сожалению, языка я очень хорошо не знаю. Я что-то понимаю, но сама говорить, наверное, еще стесняюсь. Но надеюсь, в скором времени это исправить. Все-таки, да. Не все потеряно. Да, да. Ну вот, Центр народной культуры. Что это такое? Вот, вкратце расскажите. Ну, это организация, относится к Министерству культуры, которое занимается развитием народной культуры. Не только национальной, а вообще народной. Я конкретно занимаюсь чувашской культурой, работаю в Центре чувашской культуры. У нас есть и Центр мордовской, и Центр татарской культуры, и армяне у нас есть. То есть, каждый занимается какой-то своей областью. Я конкретно работаю в Центре чувашской культуры. Соответственно, занимаюсь развитием, возрождением, популяризацией чувашской культуры на территории Ульяновской области. Заведующая там... Заведующая Гаврилова Ираида Васильевна. Я работаю методистом в этом отделе. У нас два человека, которые работают в Центре чувашской культуры. Ну, начнем тогда. Что вы оканчивали? Образование у меня культурология. Я менеджер культуры. Человек, который должен, по сути, получил специальное образование для того, чтобы продвигать культуру. То есть, менеджер культуры, это, ну, менеджер мы привыкли к человеку, который что-то продает. А с точки зрения культуры, это человек, который продвигает культуру. Закончила я Ульянский государственный университет, факультет культуры и искусства, вот как раз по специальности менеджмент культуры. Ну, да, в Чувашской культуре пока новый человек, но работаете очень активно. Спасибо. Ну, я просто привыкла так работать. Человек делал. Вот недавно ты была в Сенгилейском районе? Да. Экпедиция. Что за экспедиция? Да. Это была этнографическая экспедиция. Одна ездила? Одна, да. Целью была сбор фольклора Чувашского, именно того, который был в Сенгилеевском районе. Традиции чувашского народа, которые были распространены в Сенгилеевском районе. Мы собрали песни на чувашском языке, которые хранились в семьях. Были мы конкретно в чувашских деревнях. То есть не во всем Сенгилеевском районе, а в тех деревнях, где... Там три деревни. Да, компактное проживание Чуваш. Елаур, Алешкин и Воростайкин. Вот в этих трех деревнях мы как раз и работали чуть меньше месяца. То есть вот знакомились с жителями. Конечно, больше интерес представляли старожилы, тем, которым уже там 80-90 лет, которые хорошо помнят этот фольклор. Вот восхитила меня одна бабушка. Она столько знает частушек на чувашском языке. Невероятно просто. И это такой пласт культуры, который сейчас как-то немножечко подзабыт. Нигде мы не можем их прочитать, нигде не можем их взять, посмотреть. А сейчас вот у нас после экспедиции будет издан буклет, в котором все это дело мы сохраним. Частушки будут записаны, песни будут записаны, традиции. Даже рецепт традиционного пирога-курника, который они готовят к празднику Кирхи Сарама, тоже все это включим в буклет. У нас будет вся эта информация сохраниться. И мы после проведения экспедиции получили много отзывов. Общественность, люди в культуре, просто обычные чуваши, так скажем, в Ульяновской области, заинтересовались этой темой и попросили провести встречу по итогам экспедиции, на которой подробно могли бы послушать о том, что там нашли мы интересного. Такая встреча назначена 14 сентября. Дворце книги в Голубом зале в 2 часа дня состоится встреча по итогам Сенгелеевской экспедиции этнографической, и на ней будет представлен публике изданный буклет по итогам экспедиции. Замечательно, это будет. Да, надеемся, что все будет хорошо. И вот какие особенности ты увидел там в Сенгелеевском районе? Особенности чуваш? Чуваш, конечно, да. Но вы знаете, вот то, наверное, самая главная особенность, то, что очень сильное влияние русской культуры. Я как-то вот, когда училась в университете, у меня тема диплома была символика чувашской вышивки. И, конечно, чувашскую вышивку я изучала по образцам из Чувашского национального музея. То есть это были вот такие подлинно чувашские образцы. И когда я приехала в Сенгелеевский район, я увидела, что вот той традиционной для чуваш вышивки там она выглядит совершенно иначе. Она там смешана с русскими традициями. То есть берем полотенце, мне говорят, вышли чувашские женщины. Я на него смотрю и вижу, что оно не совсем то, к чему я привыкла. То есть чувашское полотенце для меня все-таки это исключительно геометрические узоры, рунические какие-то узоры. Ну то есть то, что мы с вами привыкли считать чувашской вышивкой. А в Сенгелеевском районе эта вышивка, она с сильным влиянием русской. То есть по окантовке, например, идут символы рода, древо жизни даже можно встретить элементы. А в центре цветы. Для чувашской вышивки, конечно, это удивительно. А там вот такой симбиоз. Одновременно русский и чувашская культура как-то вот так слились. И для них вот она такая. То есть она с большим влиянием русской. Ну, наверное, потому что все-таки всего три села чувашских, а весь остальной район русскоязычный. Конечно, это оказывает давление. Но с другой стороны, приятно, что несмотря на это давление, чувашская культура там сохраняется, живет, разговаривают на чувашском языке. Многие сохраняются чувашские песни, чувашский фольклор. Они колыбели на чувашском, поют своим детям. То есть несмотря на то, что регион, в котором чуваш меньше проживает, все равно вот это сохраняется их любовь к национальной культуре. Считаю, что это очень важно. Там же 50-е годы там закрыли чувашские школы, после закрытия Синбергской чувашской школы. И поэтому все пошло по другому пути. Вы знаете, оказывается, даже раньше. Мне вот по свидетельствам очевидцев рассказали, что в 46-м году были приняты решения о закрытии чувашских школ. Это, конечно, огромная трагедия для целого народа, для целого пласта чувашского народа, который живет в Сингилеевском районе. Потому что, конечно, если нет образования на национальном языке, откуда же люди будут знать свой родной язык? Вот я сама. И культуру. И, конечно, и культуру. Вот я сама не знаю чувашский язык. Поэтому какая-то часть культуры для меня долгое время была под запретом. Потому что я просто физически не могу ее ни понять, ни ощутить, ни узнать. Я счастлива, что сейчас, так как я начала работать в культуре, именно заниматься чувашской культурой, я знакомлюсь со всем этим по тем источникам, по каким могу. Где-то на русском читаю, где-то общаюсь с людьми, прошу мне перевести. Но ведь это нужно приложить огромное усилие. Перевести, да. Да, чтобы перевести, чтобы вникнуть. И нужно, чтобы были люди, которые тебе помогут. А вот представьте, раз так и внезапно целому народу лишили языка фактически. То есть этих детей вот это, наверное, начали учить на русском. Конечно, это печально. Но сейчас в Сенгелеевском районе есть кружки по изучению чувашского языка. В школах чувашские также не учат, к сожалению, отдельно как предмет. Но есть кружки. То есть все-таки, несмотря на то, что в такую тяжелую обстановку в плане языковую, все-таки они стараются своим детям прививать любовь к чувашской культуре. Письменно у чувашского почти никто не знает. Очень мало кто. Ну, те, кто именно занимается образованием, у них письменно чувашский язык есть. А остальные владеют только устным чувашским языком. Ну, там хотя бы вот так, чтобы кружки работали. Да, это тоже важно. Там свое время. И вот как раз наша экспедиция, она и послужит тому, что все то, что хранится сейчас в устном виде, будет переведено в письменный вид. Потому что мы же иначе потеряем вот эти образцы фольклора, которые там есть, которые еще есть, еще сохранились у бабушек, которые их помнят. Но эти бабушки уйдут, и если они никому не передали, все потеряется. Даже, например, мне рассказывали, что там был ансамбль, очень хороший народный коллектив, духовой ансамбль был. И у них был солисты, которые что-то пели. Да, Валюшкина же было. Многие знают. Но даже репертуар вот этого ансамбля на данный момент потерян, потому что он не хранился в письменном виде, он хранился только в устном. Мы вот тоже будем проводить на эту тему работу. Еще все песни мы не собрали, но это дело не быстрое, конечно, ни одного дня. Это же нужно, чтобы эти люди вспомнили эти песни. Но я надеюсь, что все-таки нам удастся собрать до конца все устное творчество, которое там есть, Чувашское, чтобы это все зафиксировать и записать. Потому что это наша миссия, наша работа — сохранять фольклор Чувашский. Твоя активность, я думаю, поможет в этом деле. Ну, будем надеяться. Вот в этом году Яковлеву Ивану Яковлевичу исполнилось 175 лет со дня рождения. Здесь провели в Льдяновске конференции, по-моему, у нас была. У нас было очень много мероприятий. В гене-место. В гене-место это мероприятие было проведено совместно с Республиканской Чувашской библиотекой. Проходило оно в 20 книгах. На него приезжала заместитель министра культуры Чувашской республики. Участвовал наш заместитель министра культуры Ульяновской области. Мероприятие прошло прекрасно. Мы там узнали очень много о работе с наследием Яковлева, как это делается в Чебоксарах. Приехало очень много спикеров, целая делегация из Чебоксар. И сами тоже выступили, показали, что мы умеем. Я сама тоже выступала с докладом на тему применения инновационных методик по работе с наследием Яковлева. Рассказывала о уже реализованных наших проектах, о том, как мы работаем с наследием Яковлева, о том, как мы популяризируем его. Ну вот про памятник, который папа установил. Ну, не папа, конечно. Папа был автором проекта, а построен он был на народные деньги. Памятник новому чувашскому алфавиту. 150 лет чувашскому букварю мы провели. Тоже был очень такой яркий праздник. Мы на этом празднике взяли подлинное старинное издание чувашского букваря, которое хранится в Ульяновской области 19 века. И вы знаете, когда я его взяла первый раз в руки, увидела, что некоторые странички там до сих пор не были разрезаны. И мы на празднике торжественной обстановки в белых перчатках, серебряным ножом торжественно разрезали страницы этого букваря. И из него прочитали отрывки общественники, деятеля культуры. То есть на том старинном, старо-чувашском языке. И там были такие образцы фольклора, опять-таки возвращаясь к фольклору, которые сейчас уже подзабыты, сейчас уже в течение времени не используются. Там, кстати, вот по чувашке, к сожалению, я сама не понимаю, только могу в переводе. А в букваре там и на русском были слова. И там, вы знаете, такая интересная пословица, которую мы сейчас с вами знаем только частично. Вот, например, такая известная всем пословица «Пьяному морю по колено». А в букваре 19 века Яковлев записал эту пословицу полностью. «Пьяному морю по колено, а лужи по уши». И у пословицы сразу другой смысл возникает. То есть «Море по колено, я сейчас пойду, все сделаю», а упал в лужу-то до ушей, и все, и лежит. Да, сюжет. Да. И также в этот же день, вот когда к нам приезжала делегация из Чебоксар, мы провели мероприятие, посвященное 115-летию Нарспи. Как раз... Поэмы Нарспи. Да, конечно. 115 лет опубликования поэмы Нарспи в Симбирске. Поэма Нарспи была опубликована именно в Симбирске в 1908 году. В этом году как раз 115 лет. И мероприятие мы провели в том самом месте, где, по сути, она и была опубликована. Она была опубликована в типографии братьев Дмитриевых. А братья Дмитриевы перекупили право на типографию у Василия Васильевича Черникова. Как раз вот у Василия Васильевича Черникова сохранился дом. В этом доме сейчас находится музей симбирские типографии. Принадлежат они к музею-заповеднику Родины Ленина. Именно вот в этом месте мы и провели этот праздник. То есть очень так символично. И на этот праздник мы попросили у Чувашской национальной библиотеки привезти нам оригинал Нарспи, тот самый, который был отпечатан в Симбирске. Они на нашу просьбу откликнулись. И в этот день для всеобщего обозрения был выставлен вот этот памятник культуры. Издание самое первое, где был опубликован Нарспи. Очень такой хороший получился праздник. А и в этот же день мы передали литеры чувашского алфавита для того, чтобы наполнить набор литер, который есть уже в музее. У них там есть типографские станки, ручные. И предлагается всем посетителям сделать оттиск, вручную набрать из литер прямо вот слово и сделать оттиск. Но до этого были только на русском языке. А сейчас там теперь можно будет сделать слова и на чувашском языке. Так что всех, кто еще не видел это чудо, можете сходить в музей симбирской типографии и там сделать слово, какое-нибудь на чувашском языке теперь можно набрать. Про твое увеличение сейчас будем говорить. Вот тут прекрасные фотографии, фотосюжеты, фотоработы. Расскажи, вот ты член Союза фотографов дикой природы. Что это такое? Расскажи. Союз фотографов дикой природы это, ну, конечно, общественная организация, которая ставит свои задачи популяризацию любви к природе, именно к природе России. Это своеобразная форма патриотизма. Показать красоту России через фотографию, сохранить дикую природу России, сохранить нетронутые уголки, причем не только фауну, то есть не только животных, но и образцы флору, конечно, и растений, и вот все эти цветочки, и насекомые, и блиночки. Ведь любовь к родине, она начинается, на мой взгляд, начинается с любви к окружающему. Нельзя любить страну и не любить природу. Нельзя говорить, что ты патриот, а идти в лес и ломать там деревья. Ну, так не бывает. То есть если ты относишься к любовью к своей природе, к месту, где ты живешь, то ты страну свою любишь. И вот я иногда встречаю, что нет у нас красоты, за красотой надо ехать куда-то там, не знаю, в горы лезть, в Японию на Фудзияму, там или еще куда-то на Карибские острова. Вот там красиво, а у нас красоты нет. Вот я лично своей работой хочу людям показать, что красота-то она везде. То есть вот она в окружающем мире, там, где мы, ну, может быть, не привыкли ее видеть, но надо просто обратить внимание на окружающий мир и увидеть, насколько красиво то, что вокруг тебя. Я вот принесла несколько фотографий. Да, покажи несколько фотографий, пожалуйста. Да, вот, например, вот это вот Волжский берег осенью, то есть вот такая вот Волжская осень. Вот это вот обычный лютик, но освещенный восходящим солнцем. то есть вот такое вот восходящее солнце. Вот это вот сильный мороз на Волжском берегу. Три солнца или два солнца там сколько? Да, там вот это вот эффект гола и замороженные вот этим инием веточки. Вот это сняла и в этом году, как раз во время экспедиции. Это Волжский берег, опять-таки. Ну, я же говорю, я снимаю Сенгилей. Именно Сенгилей, да, Сенгилейевский район. Кстати, по итогам экспедиции мы решили издать буклет. Это будет такой календарь этнографический, в котором будут фотографии Сенгилейевского района, которые я снимала за все эти годы. Этнографический материал, что мы обнаружили. И местные легенды, вот как раз песни, частушки. То есть это будет такая вот полноценная издание этнографическое. Думаю, будет интересно, во-первых, тем, что это будет ярко-красочная и так современно очень сжатая информация, лаконичная. А во-вторых, я надеюсь, что это возникнет желание и у других муниципальных образований поучаствовать в нашем проекте и пригласить, принять этнографическую экспедицию для того, чтобы мы могли издать такие буклеты и по другим муниципальным образованиям. Ну вот, все эти фотографии, что я принесла, они все сделаны в Сенгелеевском районе. Сурок. Сурок Байбак, занесенный в Красную книгу, живет именно в Сенгелеевском районе. Вот это вот очень милый паучок, который ест пчелу. Вот это интересно, вообще. Как ты поймала? Вот так вот правильно. Этот паук, он цветочный паук называется. Он делает вид, что он цветок. Видите, он какой желтенький. И пчела прилетает, думает, что к цветку. Тут он ее бедолагу и ловит. И вот так вот он и питается. Как ты поймала этот момент? О, это было тысячу кадров, наверное, сделано, когда наконец-то вот так вот все получилось. Ну, молодец, хорошее увлечение у тебя. Ой, спасибо. Есть еще, сейчас я вам покажу. Например, вот первоцвет. Адонис весенний, тоже произрастает в Сенгелеевском районе, занесен в Красную книгу, тоже будет включен вот в наш вот этот вот календарь. Для меня важно делать такой, знаете, продукт не только качественный, но еще и очень местечковый. То есть это должно быть что-то такое, что есть только у нас. Показывать особенности. Да, показать такие особенности, которые вот именно наши. Мне, когда я начала готовить букварь, ой, букурет, извините, говорят, ну возьми из интернета, что у тебя нет фотографий, что ли в интернете. Ну а кому же будет интересно смотреть на фотографии из интернета? Они везде в интернете. Конечно. Вот этнотуризм, который сейчас начинает развиваться, это что такое? Это поехать куда-то и увидеть там что-то такое, чего нет нигде больше. Как раз. Это вот это интересно. А смотреть на то, что есть в интернете, никому не интересно, никто ради этого не поедет. Поэтому вот одна из задач экспедиции и издания вот этого буклета как раз развитие этнотуризма, чтобы мы могли привлечь туристов, именно вот в данном случае, так как мы работали в Сенгелеевском районе, Сенгелеевский район, и показать им всю красоту Сенгелеевского района и через фотографию, и через описание традиций уникальных для Сенгелеевского района, и через описание песен, которые там есть, мест интересных, которые есть в Сенгелеевском районе. Например, вот там меня покорила старинная церковь 19 века. Она сохранилась чудом. Сначала, ну все мы знаем в советское время, все церкви были закрыты. В селе Врастайкино стоит церковь, которая построена в начале 20 века, в 1900 году. И эта церковь сохранилась только потому, что там было здание сначала земнохранилище, потом клуб, и, конечно, в это время все иконы, все фрески были замазаны, но замазаны мелом. И вы знаете, сейчас, про прошествие стольких лет, мел начал уходить, и проступили лики святых через старую вот эту вот нанесенную побелку. Невероятное зрелище, всем рекомендую съездить, кому эту тему интересно посмотреть, это просто восхитительно, когда вот эти вот старинные фрески конца 19-го, начала 20-х веков проступают через современную пробелку, побелку, невероятное ощущение, это вот такая прям изюминка Сенгелеевского района, на мой взгляд, но особенно для тех людей, которые выцерквлены. Вот форум национальных культур у нас, что это за форум? Форум национальных культур проходил в июле в городе Светлогорск, Калининградской области. Калининградской? Калининградской, да, на Балтийском море. Очень интересное было время, которое мы там провели. Я ездила туда с докладом про работу с наследием Ивана Яковлевича Яковлева и представила свой доклад, показала нашу работу, познакомилась там с большим количеством увлеченных людей, которые представляют различные регионы. И вы знаете, вот там я познакомилась с таким количеством людей, которые абсолютно разных национальностей. Калининград, он отличается от всей России тем, что там такое сборище национальностей. Там, наверное, каждая национальность представлена хотя бы несколькими людьми. После войны очень много народа со всей России ехала туда переселяться для того, чтобы восстанавливать этот регион. И они там остались жить и теперь составляют коренное население Калининграда и Калининградской области. И получается, что там есть выходцы почти со всей России, всех народов. И что интересно, они свою культуру не забывают. У них есть автономии, ну, вот такие вот объединения, наверное, ну, на каждую культуру. Там и чуваши есть. Их, конечно, не так много, но они там все равно есть. Познакомились, да? Да, познакомились, конечно, с местными чувашами тоже. И вот мне, когда я там была, вот это ощущение, что они живут оторванные от своей родины, фактически. Ну, далековато, скажем. Далековато, да. Но, несмотря на это, они гордятся своей национальной культурой. Вот эта мысль была у меня все время экспедиции и при подготовке к буклету. Что, несмотря на то, что в Сенгелеевском районе, например, чувашская культура несколько другая. Она у них какая-то своя. Но это не значит, что она хуже. Нет, конечно, своеобразная. Именно, она своя. И почему мы должны стесняться, что там у них культура, например, сподверженная русскому влиянию. Ну, у них так сложилось. Но это не уменьшает их ценности. Наоборот, эти люди сохраняют. им важно показать отличие Сенгелеевского района от других районов Ульяновской области. И не стесняться своих особенностей, а наоборот, их возвеличивать. Потому что вот это наше, вот в Сенгелеевском районе, это их наследие, которое они передадут своим детям, которое обязаны передать своим детям. И в каждом районе есть такое что-то, чем можно гордиться. И даже неправильно говорю, что значит, что можно, чем-то можно, а чем-то нельзя, что ли? Наоборот, всем своим наследием, вот все, что у тебя есть, это и есть составляет национальную гордость. И нужно это сохранять, а не стесняться и как-то растворяться. Вот Калининград для меня в этом плане оказался очень вдохновляющим. А вот это количество наций, и каждая нация хранит свои традиции. Они не перемешались, а они каждые вот... Гости, наверное, были же... Да, конечно, с многих регионов России также приезжали. Этот форум ежегодный, он проводится каждый год в Калининграде, по-моему, уже третий год подряд. И на этом форуме сказали, что, скорее всего, каждый год теперь будет именно в Калининграде приходить. Но я думаю, что это оправдано именно из-за того, что очень много представителей разнообразных национальностей живут в самом Калининграде. То есть у них этот форум можно только в Калининграде провести среди своих, потому что там представители, наверное, всех народов есть. Но и, конечно, к ним приезжают, например, с Камчатки даже, представляете? Это очень было интересно. Мы очень рады, что ты представила нашу Чувашскую нацию. Да, я тоже была очень горда тем, что Ульяновская область о себе заявила. Чувашская нация и Ульяновская область. Да, да, да. Мне тоже было важно, когда я там выступала, не раствориться. Мы как бы не Чувашия, мы Ульяновская область. И мне было важно, чтобы запомнили именно, что я из Ульяновска, а не я из Чувашии. То есть я как бы представляю Чувашский народ, но Чувашский народ, проживающий на территории Ульяновской области. Поэтому я выбрала тему доклада именно Яковлева и его наследия. И Ульяновск, Семирск-Ульяновск, все-таки это место, из которого, по сути, зародилась Чувашская письменность. Мы не можем об этом забывать. И это наш бренд, так скажем, для туризма. То есть именно в Ульяновской области Иван Яковлевич Яковлев задумался и работал над созданием алфавита, над созданием букваря. Пусть там букварь, например, был из-за в Казани, но не из-за того, что он его в Казани придумал, а из-за того, что в Казани были просто на тот момент больше возможностей для печати на национальных языках. Соответственно, вот наша особенность Чувашского, Ульяновска, это как раз письменно Чувашское. Поэтому вот и праздники, которые мы проводим, они упорты вот именно на это. Публикация Нарспи в Ульяновске, 150 лет Чувашского букваря, опять-таки, к Ульяновску непосредственно отношение имеет. Памятник поставлен новому Чувашскому алфавиту именно, опять-таки, в Ульяновске, потому что именно с Ульяновска, по сути, началось художественное творчество Чуваш, именно литературное. Сама по себе письменность началась именно с Ульяновска. С Сибирской Чувашской школы. Сибирской Чувашской школы, это же светочеобразование просто для всех. Кузнецы кадров. Конечно. То есть вот нам, у нас тоже есть чем гордиться, именно вот в привязке к местности. То есть да, мы живем не в Чувашии, хотя мы Чуваши, ну вот оторвано, скажем так, от своей родины, но мы тут в Ульяновске тоже много что сделали для развития Чувашской культуры. Делаем и будем делать. И будем обязательно делать, да. А вот с какой целью ты ездила на международный лагерь, детский лагерь? Междунациональный детский лагерь называется Единство нации. Существует он при еврейской автономии. Это прекрасный проект. Это где? Находится в еврейской автономии на улице Ленина. Нет, лагерь где? В Ульяновске. А прямо? В Ульяновске, да, на улице Ленина, рядом с дворцом, ой, ну с дворцом губернаторским, напротив где-то где драмтеатр. Вот, то есть там есть маленькое такое здание, которое принадлежит еврейской автономии. И вот именно в нем ежегодно проходит междунациональный лагерь. Я была там первый раз. Раньше много слышала про это, но само удалось посетить впервые. Я там представляла, но так как это все-таки дети, это был такой разговор именно на детскую аудиторию. Рассказывала о букваре, о чувашском, о пословицах чувашских интересных. Мы там провели игру. Ну, я задавала детям загадки попытаться угадать смысл чувашских пословиц или дополнить. Вот, например, вы знаете пословицу? Что она означает? Поговорка, вернее, как лупы везут. Что означало? Чувашская. Ну, ну вот. Луп, что такое? Луп, это кора. Ее везут, когда по деревне вот эту снятую кору, очень сильный шум стоит. Вот это, они же шумят, это же, прям, ну, как бы их везли, то привязывали к телеге и везли прям по деревне. И, соответственно, очень стоял такой сильный грохот. Вот так говорят про человека, который очень сильно храпит. То есть, как луп везут, храпит. Вот такие вот чувашские пословицы. С собой, со мной ездила моя дочь, и она выучила песню на чувашском языке, и там ее спела. Тоже было для меня очень приятно. Виктория Викторовна, очень быстро время прошло. У меня остались еще вопросы. Сожалеем. Да, время прошло. Ну, ничего, мы встретимся через полгода где-то. У меня вопросы, есть такие серьезные вопросы были здесь. Ну, наверное, у меня будет что-нибудь еще, что рассказать через полгода. Да, мы еще будут на приятии там, встретимся. Спасибо вам. Спасибо вам. Интересную беседу. На этом мы заканчиваем передачу Виола Николай Ларионов. До свидания. Виола Николай Ларионов.